Заказчиками межэтнических столкновений между киргизами и узбеками, вспыхнушими в июне 2010 года, руководители спецслужб тогда назвали третьей силой. Спустя 4 года широкой общественности до сих пор неизвестно, кто эти внешние игроки. О том, что киргизско-узбекский конфликт, унесший жизни сотен людей, не мог возникнуть случайно, было понятно сразу. Все говорит о том, что события были четко спланированы и подготовлены, однако окончательной своей цели у строителей резни не смогли достигнуть. Временная власть взяла ситуацию в свои руки, и отколоть юг Кыргызстана, превратив его в автономный регион, не удалось. По информации рабочей группы, куда вошли силовики и чиновники, в результате конфликта погибло 442 человека, из которых опознаны тела 401 жертвы. Большая часть погибших – этнические узбеки, среди привлеченных уголовной ответственности также в основном узбеки – 400 из 545 человек. Во время столкновений были сожжены тысячи объектов – дома, кафе, магазины, большинство из которых принадлежало узбекам, ряд зданий государственных объектов. Анализ различных исследований и оценок июньских событий 2010 года позволил сделать вывод, что межитнический конфликт между киргизами и узбеками был спровоцирован реваншистки настроенными лицами из окружения свергнутого президента Бакиева. Им помогали сепаратисты и криминалитет. Генерал Такон Мамытов, возглавлявший в то время депутатскую комиссию, знает все подробности произошедших в Киргизии событий. Новая власть, которая в апреле пришла к власти, новые силы, они были неспособны. То есть Временное правительство было слабо, оно было очень слабо. Ее влияние было здесь, в Бишкеке. На местах периферии, Волжска, Диалабадской области, влияние Временного правительства было слабое. Почему? Потому что на местах старые чиновники большинства продолжали работать. Те, которые были верны второму президенту страны. Эксперты говорят, накануне трагедии вырос уровень политической активности узбекской общины Юга. Это произошло под влиянием властных амбиций ее радикальных лидеров. Узбекскому языку в Киргизии хотели придать статус официального через внесение изменений в Конституцию. Для узбеков добивались квоты в органах исполнительной, законодательной и судебной власти, чтобы представители этой национальности пропорционально их численности назначали на руководящие должности. Амбициозных лидеров узбекской общины и использовали реваншистские силы, столкнув два народа, считают эксперты. Кадыржана Батырова и Намжана Абдерасулова. Брата экс-президента Бакиева и других в Кыргызстане видят главными виновниками июнской трагедии. Им содействовали силовики, которые саботировали директивы Временного правительства. Ряд правоохранительных органов бездействовали. Они тогда не поддерживали. Было временное правительство. Откровенно говоря, накануне вот этих трагических событий, и даже в дни трагических событий было так. Днем они работали и как бы поддерживали Временное правительство, ночью работали бывшее изгнанное правительство. Исследователи при этом подчеркивают, ни в коем случае нельзя считать простых граждан организаторами трагических событий. Люди оказались втянутыми в конфликт реваншистами и сепаратистами, которые боролись за власть. Попытки разыграть национальную карту предпринимались еще до июнских событий. Сторонники бывшего президента пытались столкнуть между собой киргизов, турок и дунган в различных районах Чуйской области. Вот эти деструктивные силы, они пытались расшатать не ваше. Они первым начали расшатывать бишкеки в Чуйской области. Помните, в Маевских событиях, в Токмаке, в Московском районе Чуйской области, потом перекинулась Бишкек. Но здесь временное правительство сумело нейтрализовать, принять своевременные меры. Здесь хватало достаточно сил и средств. За последние 50 лет в южном регионе Кыргызстана произошли три крупных межэтнических конфликта. Специалисты считают, что все может повториться. Да, есть еще силы, которые сегодня мечтают повторить события 2010 года. Есть эти силы. Это и недовольные чиновники, это некоторые политические партии движения, которые на лжепатриотизме, на живых националистических чувствах хотят народ снова заставить пойти на межнациональное столкновение. Я просто хотел, чтобы эти вот политиканы одумались и дали оценку, что последствия их шагов и их действий могут быть трагическими для нашего государства и целых кыргызского народа. Нет таких гарантий. Мы с вами свидетели то, что произошло в Косово, то, что произошло в Ираке, то, что произошло в Ливане, то, что произошло в Афганистане, то, что произошло на Украине. Где гарантии? Все они последовательно проходили, все последовательно говорили, что больше не будет, но и тем не менее она происходит. В июньской трагедии пытались обвинить временное правительство. Мол, это они организовали в Кыргызской республике кровопролитие. Но специалисты считают такие утверждения ошибочными. Напряженной стране меньше всего была выгодна временной власти. Редактор субтитров А.Семкин